Субтитры делал DimaTorzok Вот у них тут полиция стоит, еще кто-то, кто-то что-то Сейчас мы пройдем, там билетики возьмем и вперед Вот такой билет дают, код бесплатный, но вернуть надо до 4 часов вечера, а сейчас уже 3 Поэтому мы торопимся, надо побыстрее успеть посмотреть все Я не знаю Там карта Можно карту посмотреть, кстати Надо на поле идти, там поле хорошее Ну что, пойдем Вот тут охрана стоит Полиция А в этот сад вход запрещен Вот сейчас вперед, значит Потом налево там надо будет повернуть Здесь вот у них находится какое-то здание культурное Возможно музей, либо сувенирная лавка Если честно, я туда не заходил А вот здесь написано какой-то Unsend form Starting point manufacturing А, это типа начальная точка производства в Японии Sanomaru Shuzokan Вот такой вот музей императорской коллекции Вот это называется вот так Потом у них вот такие еще здания интересные есть Старинные С домами Но это с деревьями, с такими, с елками Вот туда, кстати, вход Закрыт Для обычных людей Там вот тенистый парк В основном среди деревьев Вот с этой стороны Мы сейчас идем на открытый парк Там где полянки такие Некоторые люди там устраивают пикники Очень хорошее место Для туристов Особенно для тех, кто Приезжает с семьями Хочет отдохнуть где-то Ну, тут китайцы Ну, тут китайцы Деревянные Но все еще стоят Не сгнили Очень похоже на какой-то замок Как будто здесь сделаны эти большие стены специально Чтобы если враг пришел Чтобы он никак не смог забраться И лучники будут сверху отстреливать нападающих Вот, он говорит, что скоро Через полчаса парк уже будет закрываться Поэтому надо вам, говорит, поторопиться Товарищи Хотите успеть Пойдем туда, наверное, да Вот тоже такой Типа дом длинный Может, рынок был Или магазинчики какие Честно, не знаю Назначение зданий Я не в курсе А, какой-то Дефенс хаос Закрыт уже, говорит, сегодня Там вот камеры стоят Чтобы за порядком следить Тут у них находится Подъем вверх как раз Вот здесь ворота стояли до этого Соответственно, если Враг сюда подбегал Он должен был долбиться в ворота Специально сделано Вот, чтобы подальше И туда можно было Пырнуть и сюда Чтобы с разных сторон Могли люди обстреливать их Очень продуманная система Такие вот Интересные На лиственницу похожи Деревья Растения много разных В том числе и деревья Но сегодня Как я уже говорил Уже конец ноября И за счет этого Очень много деревьев Уже облетевшие Без листьев Лучше сюда приходить Либо весной Либо летом Тут будет более зелена Вот так вот О, даже тут на велосипедах Кто-то ездит Посетителям, кстати Нельзя на велосипедах Здесь кататься Стал вот сейчас будет здесь поляна большая это называть главное место для пикников в этом саду но разводить огонь здесь нельзя вы можете прийти с какими-нибудь сэндвичами фруктиками там расстелить одеялко но посидеть отдохнуть но разжигать и жарить мясо здесь нельзя вот в жиме там он defense house вот этот defense house объявили что там вход закрыт вон там впереди там стена что туда куда-то на на стену они там ползут здесь находится вот такая вот площадка вот мандарины там растут вот здесь можно мандарины в поесть на халяву и там еще большие мандарины как поесть на халяву конечно возможно в парке и не запрещено кушать фрукты тут уже как бы на ваше усмотрение такое вот дерево это кстати очень знаменитое дерево если вы видели в парк это фотографии из парков вот этого императорского сада обычно они вот с этим деревом идут но тоже фотографировать самом деле очень даже неплохой сад тихо спокойно здесь дети не орут не бесятся и очень даже неплохо здесь прогуляться вечерком в день в солнечный в жару здесь конечно зажаришься но в целом деревья есть можно под деревьями переждать так что у нас дальше пройдем посмотрим какие-то тут цветы вот желтые фарфигиум жапанисиум и вот такой вот у них напоминает шиповник мандарины они или хурма скорость это хурма да так ну ладно сейчас пусть очень интересно обязательно включу